В этом году исполнилось ровно пять лет с момента подписания договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. В марте 2014 года полуостров вновь стал частью нашей страны. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава ТОВ» в этот раз высказать свою поддержку президенту и жителям российского Крыма пришло около трех тысяч человек. Среди них студенты и курсанты. С ними в одних рядах болельщики адмирала, ветераны, а у Вечного огня дежурила юнармия. Не пропустили акцию сторонники нескольких политических партий. Немало было и горожан с плакатами «Крым, весна, Россия», «Владивосток, Крым, Россия» и «В единстве наша сила». Крым вернулся в лоно России после 23 лет перерыва. Я считаю, что это огромный праздник, и особенно для Приморского края, потому что наш край и Крым – это приморские регионы. И мы очень хорошо ощущаем ту атмосферу, которая царит там. В перерывах между выступлениями ораторов для гостей выступали местные певцы и танцевальные коллективы. Горожане, отвечая на вопросы о важности возвращения полуострова в состав Российской Федерации, в основном говорили об укреплении государственности, справедливости с точки зрения истории. События, которые произошли пять лет назад, они, наверное, побудили многих людей начать любить свою страну, более бережно относиться к ее истории. Что это значит для молодежи? Это, наверное, реально крутая дата, которая многих молодых людей, в том числе и меня, заставила поверить в силы своей страны, в то, что мы делаем. Мы вернулись к исторической родине, и для людей это прекрасно. Считалось исконно русской территорией, за нее много крови было пролито. Поэтому это, можно сказать, историческая неизбежность. Дата такая значительная. Относимся, но я отношусь хорошо, как бы все народы наши. Я тоже считаю, что праздник значим для нашей страны, потому что Крым всегда был часть нашей истории, и это очень хорошо, что он опять присоединился к нам. Традиционный праздник в Приморской столице в честь присоединения Крыма к России называется «Крымская весна», а вот сами крымчане называют его «Русская весна». Напомним, 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум по вопросу будущего статуса полуострова. Два новых субъекта Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России. На их территории действуют российские законодательные акты. В этом году, в канун знаменательной даты, байкеры из клуба «Ночные волки» развернули в Крыму на горе Гасфорта самый большой российский флаг. Этот триколор внесен в Книгу рекордов России. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.